Данный законопроект мы разрабатываем по поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского, который более месяца назад заявил, что необходимо навести порядок с вопросом перепродажи долей в жилых помещениях. Почему сейчас эта тематика такая острая? Последние несколько лет появились целые группы черных риэлторов, которые пользуются лазейками в законе, приобретают небольшие доли, одна пятая, одна десятая в квартире или в жилом доме и вселяются в эти жилые помещения и выдавливают оттуда всех других собственников и всех тех, кто там проживает законно. Они используют все технологии фактически криминальные, это и запугивание, и уничтожение общего имущества. Они приглашают огромное количество гостей, они создают невыносимые условия для проживания других собственников в этом помещении. Поэтому мы считаем, что в данной сфере надо наводить порядок, поэтому мы предлагаем этот порядок наводить постепенно и смотреть, какая будет практика. Что мы предлагаем? Мы предлагаем сделать первый шаг, принять законопроект, который позволит ограничить обращение долей, которые возникают после возникновения наследства. То есть если человек умирает, и от него остается жилое помещение, и в этом жилом помещении никто не прописан из наследников, то фактически это жилое помещение использовалось только этим человеком, который умер. И в этом случае наследники определяют для себя следующие форматы владения этим имуществом. Либо они из себя выбирают из состава этих наследников одного человека, который приобретает эту цену, приобретает эту недвижимость по рыночной цене. Все это происходит обязательно в присутствии нотариуса, который ведет наследственное дело. То есть начинается производство наследственного дела, собираются наследники и определяют, кто покупает это недвижимое имущество. Если покупателей более чем один, то просто обычная конкурсная процедура, кто даст большую цену. Если никто из наследников не желает приобрести это жилое помещение, то в этом случае нотариус дает три месяца на поиск рыночного покупателя или покупателя по рыночной цене. Поиском покупателя занимаются все наследники через интернет, через средства связи, через предложения в свободной форме друзьям, знакомым и так далее. То есть полная свобода для поиска рыночного покупателя по рыночной цене. Если в течение трех месяцев покупатель не находится, в этом случае с согласия всех наследников может быть срок продлен еще на три месяца. И так может этот срок продлеваться для того, чтобы продать недвижимость по максимальной рыночной цене, чтобы каждый получил максимальный доход. Если же по истечении шести месяцев один из наследников говорит о том, что он больше не может ждать, и он хочет, чтобы эта квартира была продана, то в этом случае, если никто из наследников в очередной раз не дает согласия на выкуп в пользу одного из наследников по рыночной стоимости, тогда эта квартира или жилой дом продается с аукциона. Аукцион это обычная электронная площадка, которая в настоящий момент используется для привлечения подрядчиков, для исполнения госконтрактов, тендеров и так далее. То есть это уже законом установленные площадки, их сейчас более двухсот, то есть абсолютно свободные рыночные условия, которые позволят дать нормальные рыночные условия для продажи этих квартир. Что еще важно отметить, что когда происходит дележ этих квартир, которые остаются по наследству, очень часто члены семьи, это бывают пять наследников, шесть, десять, они не могут договориться по этой квартире, потому что сразу всплывают все старые обиды, болячки и так далее. Кто-то начинает говорить, что я в этой квартире три года прожил, что она моя. Кто-то начинает говорить, что там родился мой троюродный племянник и так далее, или внук, или дед, или еще что-то. И начинают делать внутрисемейные склоки, и они очень часто приводят к серьезным конфликтам внутри большой семьи. И на многие-многие годы, а иногда и десятилетия, создает вот такой нервный, некомфортный фон для общения вот этих огромных семей. И мы говорим об этом, что давайте просто не будем создавать дополнительные негативные форматы, когда будет четко прописанная законом процедура, по которой каждый наследник получит быстро и абсолютно законно свои либо квадратные метры, если он решит купить, либо денежные средства. И тогда все члены семьи могут рассчитывать на эти денежные средства. Они могут понимать, что в течение шести месяцев квартира будет продана, что будут денежные средства, которые можно будет использовать для улучшения жилищных условий своих, для покупки автотранспорта, для образования, для лечения. То есть это достаточно комфортная и свободная форма для реализации наследственного права. То же самое еще хочется отметить, что сейчас огромное количество судебных тяжб по всей стране, которые длятся годами, когда не могут поделить в натуре, что называется, вот эти жилые помещения, дома, потому что нужно определить не просто долю, а еще и порядок пользования. Если это несколько наследников, то каждый считает своим долгом обязательно заселиться в это жилое помещение. Поэтому вот такое огромное количество и судебных сейчас тяжб в стране, и вот этих вот конфликтов внутрисемейных. И, собственно, сама процедура вот такая очень сложная, и из нее порой выхода нет. Мы еще раз подчеркиваем, что когда возникает много собственников, и один из них наверняка будет обижен, например, пять дольщиков, и один из пяти будет наверняка обижен, потому что ему не дадут там проживать, или ему не дадут продать эту долю, потому что остальные родственники хотят пользоваться квартирой, он может по закону эту долю подарить. И, как правило, вот в этот момент, как раз, когда он свою одну пятую, одну десятую долю дарит, то появляются, как раз, черные риелторы, мошенники, которые пользуются этим правом, покупают или фактически получают бесплатно эту долю, и дальше создают невыносимые условия для остальных членов семьи, вот для остальных дольщиков. И это позволяет как раз вот создавать вот такие огромные преступные группировки, которые сейчас массово занимаются этим бизнесом, терроризируя огромное количество наших граждан. Поэтому мы считаем, что принятие этого закона позволит как раз всю эту массу преступников оставить без работы, а всех наших граждан сделать более счастливыми, здоровыми, и они будут понимать, что они защищены нашим законом.